Осторожно камеры. Алматинским водителям теперь придется внимательно следить за спидометром. С 1 декабря камеры на дорогах будут измерять среднюю скорость движения машины на протяжении всего маршрута. Нарушители будут штрафовать. Почему стражи порядка ужесточают контроль и возможно ли обжаловать постановление, знает Ардак Камал. Алматы лидирует по количеству ДТП. Аварии происходят потому, что водители не успевают остановиться. По словам полицейских, это главная причина, почему они ужесточили контроль. Теперь камеры видеонаблюдения будут высчитывать среднюю скорость авто на протяжении всего маршрута. По новой системе расчетов камеры смогут определять среднюю скорость движения машины на всем пути следования. Для этого они будут использовать вот эту формулу. Расстояние между двумя видеопостами будут делить на время, за которое пройден путь. Камеры видеофиксации уже работают по этой схеме, но сейчас в расчет берется меньшее расстояние. Сервер точного времени установят в департаменте полиции. Также сейчас измеряют расстояние между постами. Все будет автоматизировано. Значит, само вычисление происходит из точки А в точку Б. Соответственно, мы дополнительно не устанавливаем ни видеокамеры, ни посты, ни какие-то приборы точного измерения. Мы все меряем с помощью постов видеофиксации, которые у нас установлены в городе. В городе Алматы установлено 110 постов. Эти посты у нас производят фиксацию. Это дорожная разметка, стоп-линия, это скоростной режим, это парковка в Мега Алмата, это БРТ. Системой полной фиксации в ближайшие годы планируют охватить весь город. Гонщики рискуют получить штраф от 12 до 48 тысяч тенге. В зависимости от того, насколько превышена скорость. Автоэксперт Евгений Кубеков считает, что новшество пополнит казну, но не решит проблему с безопасностью дорожного движения. За последние 25 лет права раздавали направо и налево постановление. Очень сложно опротестовать и обычно с ним все соглашаются. Аналогичные методы используют в США, Японии, Южной Корее, Китае и России. Система успешно практикуется и в Астане. В полиции заверяют, что камеры будут работать без сбоев.